Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сейчас самое время нам поговорить о детском, скажем так, времяпрепровождении, потому что Новый год отгудел, отшумел, была прекрасная возможность детям вместе со своими родителями, с бабушками, дедушками отдыхать, отмечать праздник. Ну а далее начинается Новый год, 2023, и, конечно же, вместе с радостями он несет и свои проблемы. Проблемы, которые просто касаются иногда человеческого здоровья, а тем более детского. И сегодня мы решили поговорить на эту тему с Еленой Сергеевной Позняковой, заместителем главного врача под детство Люберецкой областной больницы. Здравствуйте, Елена Сергеевна! Здравствуйте! Первый вопрос. Вот зима, как правильно вести себя, укутывать ребенка, не укутывать, гулять с ним, или лучше не выходить, или все время в теплой ванне его купать, я не знаю, горячий такой. Как быть? Ну, действительно, я с вами соглашусь, что вот эти вот холода, которые наступили в последние вот две недели, как будто бы мы не готовы к ним оказались. Хотя зимнее время года, зима, казалось бы, у всех есть зимняя одежда, да? Да, причем много. Все ходили в школу, все ходили в детский сад, все ходили на работу, и, в общем-то, в принципе, должны были быть к этому готовы. Но как-то да, мы очень начали мерзнуть, начали переживать, начали активно обсуждать, что холодно, и начали, конечно же, кутаться. Зимняя холода – это такое достаточно серьезное испытание для иммунной системы ребенка и вообще для здоровья ребенка, ну и взрослых, конечно, тоже. Она вообще изначально, эта иммунная система, отличается, потому что, ну, ребенок, он же молодой организм, по идее, у него иммунная система должна быть на самом высоком уровне, а у более взрослого как бы иммунная система должна уже немножечко хуже быть. Или это немножко другие понятия? Нет, не совсем так. У взрослого уже все-таки сформирована иммунная система, а у ребенка есть этап установления иммунной системы, и, соответственно, иммунная система еще не совершенна. И ребенок в своей жизни, особенно в дошкольной своей жизни, он часто впервые встречается с той или иной инфекцией. И организм бурно реагирует на эту инфекцию, вырабатывая тем самым иммунитет. Для него все новое. Да, для него все новое, поэтому нельзя сказать, что ребенок более защищен и более сильный у него иммунитет. Итак, кутаться. Самый простой вариант – закутать ребенка по глазам, для того, чтобы папе с мамой казалось, что теперь ему тепло, и вот он таким вот, как Валик, гуляет по этой улице. При этом мы понимаем, что одежда бывает сегодня разная, что она иногда не дышит, ребенок начинает потеть, мокрый там и так далее. Это может привести к другим последствиям. Так вот, как правильно кутать? Как правильно одевать? Одеваться тепло нужно, но кутать ребенка не надо. Одежда должна быть многослойной. Так. Минимум два слоя одежды должна быть. То есть нижний слой – это либо какое-то термобелье, либо какая-то теплая хлопчатая бумажная водолазочка. И поверх нее должна быть теплая кофта, например, из каких-то натуральных тканей. Например, это шерстяная, либо махеровая ткань должна быть. То есть, в принципе, двух слоев достаточно. Если под водолазочку еще одевается какая-то футболочка или мальчика, то, в принципе, три слоя одежды, и ребенок не будет скован в своих движениях, может активно двигаться и гулять на улице, и идти куда-то в детский сад. И он будет защищен от холода. Да, у нас еще есть главная тема, что ноги всегда надо держать в тепле. Да. То есть, а обувь сейчас тоже так, я не говорю про ее стоимость, да, и про ее качество. Все-таки с ногами можно переусердствовать в плане тепла, да? То есть, двойные носки, может быть, надевать нужно? С ногами тоже здесь нужно. Обувь должна быть просторной. Так. Теплые стелечки, желательно, на это время года. И носки, вот, ну, носки теплые нужно, в зависимости от того, как вот потеют ножки, не потеют ножки у ребенка, да, какая потребность у него именно в тепле. Кто-то больше мерзнет, кто-то меньше мерзнет, вот. Но ножки утеплять нужно, конечно, это обязательно колготки на ребенке должны быть, и теплые носочки обязательно нужно. Ну, а по возвращению, значит, из вот этого вот мира сказочного, зимнего, домой, если ребенок там потеет и так далее, сразу в ванну или подождать надо, или как? Как вообще вот принимать ванну в это время? И понятно, что нельзя там купаться, наверное, если через час выходить на улицу, да? Нет, сразу прям после улицы уж не надо в ванну или прям в горячий душ. Если ребенок вспотел, прийти его, переодеть, напоить горячим чаем, покормить ребенка. Вот, а уже потом как бы все процедуры можно было. Да, как обычно? Ну, и отдых-то, он заканчивается, как ни печально, особенно для детей. Самая длинная четверть начинается, самая сложная. Сложная с точки зрения терпения. Как себя правильно нужно вести в этот период. И, естественно, опять же, тут и зимой тоже связано. Организм, нехватка витаминов. Нужно ли что-то там усиливать, какую-то витаминную, скажем так, атаку, в хорошем смысле этого слова. Как правильно вообще режим дня, режим питания. Вот эти вопросы для новой длинной четверти. Режим дня, он, несомненно, очень важен для детей. Он детей дисциплинирует. Он детей приучает к порядку. Ребенок вовремя ложится спать. Ребенок вовремя встает. У него нормальная продолжительность сна. Соответственно, он более активный, более энергичный. Он больше успевает. Ему всё удаётся. Это вырабатывает у него привычные, добрые, хорошие привычки у ребёнка. В общем-то, на долгий период для взрослой уже жизни. Да, формируется правильный, хороший характер. И это исказывается на успеваемости ребёнка и на его образе жизни. Нормальная продолжительность сна для школьника должна быть 9-10 часов. Нормальная продолжительность сна до школьника должна быть 10 с половиной часов. Как хорошо. Да, очень хорошо. А для взрослого 7-8? Да, для взрослого 7-8. А дневной сон, если есть такая возможность, он предусматривается? И до какого возраста? Говорят, что там даже взрослые люди, там Черчилль, например, спал днём, обязательно полчаса спал. Несмотря ни на что. Вообще, дошкольникам обязательно предусмотрен должен быть дневной сон. Это не менее двух часов дневной сон. А школьникам младшей возрастной группы тоже. Как бы вот желателен сон. Ну, младшая и возрастная группы здесь больше по необходимости. Ну, а старшеклассникам и взрослым тут уж по потребности. Да, уж попробуй заставить. Да, да, да. Кто-то любит поспать, а кто тоже. А витамины? Надо усиливать, покупать какие-то витамины вот это сейчас? Витамины. Но витаминов у нас сейчас достаточно... Какое сейчас нужно вот пить, например, там, С, Д, Е, какие, или так трудно назвать? Вообще дети должны получать достаточное количество с продуктами. Ежедневно в рационе ребёнка должны быть фрукты. Ежедневно в рационе ребёнка должны быть какие-то овощи. Минимум один фрукт и один овощ в день должен быть включён в рацион. Тогда уже вроде как будет баланс. Есть ягоды, замороженные даже ягоды, которые, допустим, мы летом собрали на даче, заморозили, да, и зимой мы их размораживаем и кушаем, они тоже достаточно много содержатся. Компотик может быть. Да, компотик, поэтому это достаточная витаминизация блюд, она, в общем-то, обеспечивает все потребности организма ребёнка. То есть специальные таблетки пока не нужно употреблять? Специально пока таблетки не нужны. Только если врач назначил. Да, если врач назначил, если есть, у нас какие-то проявления гиповитаминоза. Ну и вот как стать и о врачах. Сейчас мы говорили о том, что можно делать дома. Часто ваши коллеги тоже приходят, и мы поднимаем вопрос диспансеризации. Взрослые некоторые даже не знают до сих пор, что такая есть функция, да, опция, как сейчас говорят, что можно прийти, тебя обследуют. И, кстати, это помогает выявить какие-то, ну, взрослых людей, как ни крути, заболевания-то уж точно какие-то найдут. Или предрасположенность. А есть ли диспансеризация для детей, и знают ли они взрослые, и зачем она нужна в таком возрасте, когда, казалось бы, ну, если ребёнок заболел, тогда мы придём. Опять же, организм молодой. И что даёт эта диспансеризация? Диспансеризация нам очень много даёт. Она очень важна. Она начинается практически с самого момента рождения ребёнка. Самый первый этап диспансеризации у нас в месячном возрасте. Мы ребёнка приглашаем на медосмотр в поликлинику. Дети до года ежемесячно у нас проходят медосмотр, ежемесячно осматриваются педиатром. Плюс в такие особо критичные периоды, в которые нужно оценить состояние здоровья ребёнка, оценить его развитие, оценить его психическую сферу, нервную сферу и физическое развитие, в месяц, в три месяца, в шесть месяцев, в девять и в год мы осматриваем ещё узкими специалистами, сдаём анализы и проводим исследования ребёнку. Всё это нужно для того, чтобы вовремя увидеть какие-то отклонения, чтобы вовремя начать лечить ребёнка, чтобы помочь ему. Потому что иногда ребёнку для того, чтобы начать ходить, просто нужен комплекс массажа в течение 10 дней. И всё, в общем-то. Да, но ребёнку нужно вовремя помочь. Вот для этого нужно, в общем-то, приходить на диспансеризацию, проходить на профосмотры и своевременно диагностировать это всё. То есть это помимо, ну, скажем, просто наблюдения у врачей, да? То есть такой традиционный приход должен быть, выработанная эта система. Это вот непосредственно так называемая детская диспансеризация. Потом дошкольников ежегодно мы также осматриваем, приглашаем в поликлинику на осмотр. Если ребёнок у нас посещает детский сад, то централизованно целая группа детей осматривают в детских садах. Специалисты выходят, осматривают и проводят там профосмотр именно там в детских садах. Большой крупный медосмотр у нас перед поступлением в школу детей. Там все узкие специалисты осматривают ребёнка и оценивают его готовность к школе. В школе ежегодно в школах мы также проводим медосмотры детей. Подростков углублено мы ежегодно также осматриваем. То есть мы всё время под наблюдением медиков? Да, да, да. Понятно. Следующий вопрос. Тем не менее, как бы ни следили за нами, особенно за самыми маленькими, ОРВИ и грипп, к сожалению, бьёт как раз по либо очень пожилым, либо по очень молодым. Поэтому сейчас вся эта система всевозможных заболеваний, она многоциклична, много всяких штаммов и так далее, и тому подобное. И, естественно, мы переживаем. Тем не менее, рано или поздно это всё может происходить. И, конечно, тут важно участие в этом врачи, педиатр. Хватает ли у нас сегодня в Люберцах педиатров, чтобы, если вдруг волна очередная гриппа или ОРВИ начнётся, чтобы они смогли спокойно детей принимать? Потому что одно дело, когда взрослые в очереди, а другое дело – маленькие. Детей у нас в городском округе Люберца около 59 тысяч. В конце ноября, в начале декабря у нас такой был очень значительный подъём простудной заболеваемости. Количество вызовов у нас увеличилось в 5 раз. Была колоссальная нагрузка на врачей-педиатров, участковых вызовов было очень много. Вызова обслуживались до поздней ночи. Было много обращений, было много жалоб, обид каких-то родителей, пациентов. Но их, конечно, тоже можно понять, когда ребёнок болеет, у мамы и папы, у них нервы на пределе. Совсем были на связи, всем старались помочь, всех вылечили, и всё закончилось благополучно, слава богу. Многие даже родители с пониманием относились к тому, что доктора много вызовов, сами приходили в поликлинику, дабы помочь доктора, скажем так. Докторов, конечно, нам не хватало и в тот период, и вообще их нам не хватает. Ну, наверное, всегда не хватает. Да, 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 их нам всегда не хватает. Справились с этой нагрузкой. Но докторов у нас 41 всего лишь доктора в Люберецком, участковых именно докторов. Поэтому если у кого-то есть родственники доктора, педиатры, которые хотят устроиться на работу в Люберецком больнице... Да, милости просим. То есть мы понимаем, что тут январь, сейчас, может быть, отголосок будет вот этих холодов, потом нам опять ещё обещают, ну, поменьше, но опять же холода. А там февраль, потом начнётся ещё март, такие вот оттепельные тоже моменты. Поэтому, уважаемые взрослые, обратите внимание, что даже если ещё 10-20 врачей будет предоставлено, всё равно, конечно, будет нагрузка. Поэтому надо с пониманием к этому относиться. Ну и, конечно же, врачей это тоже касается, потому что нервная система тоже не выдерживает. Но тут уже от вас, от руководства зависит, как сделать так, чтобы все были довольны. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Елена Сергеевна Познякова, заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы. Мы вот и решили в самом начале года поговорить на эту, на наш взгляд, важную тему. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Сергеевна Познякова. Вот как сейчас работает система вызова врача для ребёнка на дом? Родители решили, что нужно вызвать врача на дом. У них есть повод к вызову врача. Вызвали врача через госуслуги, либо через скул-центр по бесплатному номеру 122, либо обратившись в регистратуру поликлиники непосредственно. Вызвали врача, оформили вызов, ждут, сидят врача дома. Хочу сказать, что врач не может взять и в тот же момент пойти на вызов. Поэтому стоит набраться терпения. Доктор сначала проведёт приём в поликлинике. Первая часть у него сидят на приёме детки, те, которые пришли в поликлинику. Врач их всех примет и после этого пойдёт, либо поедет обслуживать вызова. Елена Сергеевна, вот есть родители, которые наблюдают какую-то периодичность у ребёнка. Например, нос закладывается в ноябре и в марте. Либо обязательно болеет ребёнок какой-то период гриппом. Вот эта болезненность и реакция родителей, она правильная? Или как в данной ситуации себя вести? Ну, вот какой-то чёткой у нас периодичности или каких-то чётких критериев скажут, что вот ваш ребёнок болезненный, а ваш не болезненный. Таких критериев у нас чётких нет. Родителям иногда кажется, что их ребёнок очень часто болеет, и что нужно какие-то меры принимать, начинает оздоравливать, начинает вмешиваться в иммунитет ребёнка, стягая его необоснованно совершенно. Таблетки всякие? Да, таблеточки всякие. Начинает ребёнка утеплять, начинает ребёнка оздоравливать. Иногда абсолютно... Чрезмерно? Чрезмерно, да, и необоснованно абсолютно. Есть возрастные периоды становления иммунитета у ребёнка. Иммунитет у ребёнка, в общем-то, формируется при встрече с инфекцией. Когда ребёнок у нас рождается, он у нас защищён практически от всех инфекций, потому что когда он находился в утробе мамы, и у них было общее кровоснабжение, все защитные антитела ребёнок получил от мамы. Взрослые, проверенные, хорошие. Да, взрослые, проверенные, и он этими антителами пользуется около полутора лет. Потом эти антитела у него распадаются, исчезают, и у него в это время начинают уже формироваться свои антитела, так как своя иммунная система начинает работать. Первые встречи с инфекцией, как правило, у нас возникают после года. Родители начинают с ребёнком ходить в гости, выводить его в свет, появляются новые контакты, и вот тут появляется первый подъём заболеваемости. И как раз вот первое становление, первый этап становления иммунитета ребёнка. Второй этап, когда ребёнок у нас пошёл в детский сад, это 2-3 года. Да, это самый пик заболеваний. Там куча инфекций. Там куча инфекций, там куча контактов, плюс дети, которые контактируют между собой в группе, они ещё контактируют дома со своими старшими братьями и сёстрами, принося новую инфекцию, которую принесли из школы. Они все и обмениваются, все болеют. И происходит как бы адаптация к детскому саду, и происходит тоже как бы этап становления иммунитета. Ну и так далее, да? Дальше школьный возраст тоже уязвимый, новые контакты, новый коллектив. Дальше подростковый период, период полового созревания. То есть до 30 лет? Ну... А потом уже более-менее. Подростковый период, как правило, вот уже заканчивается становление иммунитета, но подростковый период, он тоже такой очень уязвимый. Это очень нежный период. И он сравним своей как бы заболеваемости вот именно с периодом, когда вот дети начинают ходить в детский сад. Так же вот часто не болеют. Ну, в любом случае болезненность... То есть родители не должны прям вот бить такую... Болеть – это нормально. Болеть – нормально? Болеть – это и неплохо, и нехорошо, и это нормально. Болеть нужно правильно, да? И под присмотры специалистов, да, но ни в коем случае не превращать жизнь ребёнка в сплошную больницу, в том числе и дома, да, когда всё время... Вот, вот, хотела бы сказать, да, например, но период заболевания, например, насморк у ребёнка, ну, в среднем должен длиться не более 7 дней, да, если... А, то есть если больше, тогда... Да, если больше, как бы, ну, здесь нужны уже какие-то, возможно, меры, может быть, какое-то, да, обследование потребуется. Знаете, как в одном фильме одна бабушка говорит «Укутайся, холодно, прохладно», а другая говорит «Сними, потому что жарко будет, спотеешь». То есть, ну, такой вариант тоже не исключат. Вакцинация, мы не можем пройти мимо этого вопроса. Детская вакцинация – это особая вакцинация. И тут некоторые родители, даже вакцинируя себя, зачастую боятся вакцинировать ребёнка, потому что считают, что это небезопасно. То есть какие есть противопоказания? И вообще детская вакцинация, она сегодня у нас как, продвинута? Вы знаете, это очень обширная тема. Они можно... Отдельную программу? Да, отдельную программу, о ней можно много говорить. Люблю говорить про эту тему. Ну, приходите, поговорим, обязательно. Люблю разъяснять родителям. Потому что сегодня, скажем так, модно отказываться от вакцинации. Но это необоснованно, это неправильно. Из-за того, что у нас появились люди, которые отказываются от вакцинации, у нас появилась невакцинированная, незащищённая прослойка населения. И теперь мы сейчас получаем вспышки кори, вспышки кори. А, то, что раньше уже было побеждено. То, что раньше, да, то, что было побеждено. Не надо, наверное, рассказывать о том, что когда-то мы победили эпидемию натуральной оспы, смертельно опасные заболевания. Благодаря вакцинации мы её победили. Недавно мы справились с ковидом благодаря вакцинации. То есть вакцинация нужна как... Вакцинироваться нужно, обязательно нужно. Мы вакцинировать начинаем детей с самого рождения, потому что вот очень много смертельно опасных инфекций, которые подстерегают ребёнка. Но на государственном уровне же у нас всё-таки принято такое, что родители принимают решения. То есть я помню, что всем нам, когда я был маленький, сразу поставили, как это называется, на какой руке, только не помню. То есть там никто не спрашивал. Вот меня, по крайней мере, и вас, наверное. А сейчас, во время ковида мы ещё обратили на это внимание, что действительно тут взрослые-то переживали, потому что столкнулись с этой ситуацией. Но одно дело ковид, конечно, возможно ещё какие-то сомнения, что логично. Но когда уже проверенными десятками лет вакцинации люди не вакцинируются, довольно странно. Да, да. Но противопоказания есть. Кто устанавливает, можно вакцинировать ребёнка или нельзя вакцинировать? Противопоказания и показания вакцинации устанавливает врач. Вообще вакцинации показаны всем. Это у нас утверждено приказом Минздрава. Есть приказ Минздрава, в котором прописано, кого, когда и в какие периоды нужно вакцинировать. Противопоказаний достаточно немного к вакцинации. Это, как правило, иммунодефициты, когда, допустим, какие-то серьёзные проблемы с иммунитетом у человека, наличие острых заболеваний, острых, вот именно в этот период, обострение хронических заболеваний и аллергические реакции на предшествующие вакцинации. Понятно. Но в любом случае всё устанавливает врач. Как говорят в таких случаях, обращайтесь к специалисту, чтобы не наделать бед. Хотела бы сказать кратко про одну из вакцин. Вот прям кратко. У нас есть такая вакцина от пневмококковой инфекции. Она достаточно недавно у нас появилась. Мы прививаем детей и даже взрослых от этой вакцины. И вот пневмококк – это такой микроб, который вызывает 89% инфекций верхних дыхательных путей. Он не только пневмонию вызывает. Он вызывает у нас гаймориты, синуситы, фарингиты, атиты, воспаление среднего уха. Он вызывает бронхиты, он вызывает трахеиты. Поэтому, привив ребёнка пневмококковой инфекцией, мы, в общем-то, гарантированно его защищаем от очень многих заболеваний. Но иммунитет мы не присаживаем? Иммунитет мы нисколько не присаживаем. А ребёнок реже болеет. То есть параллельно это идёт? Да, да, да. Ребёнок реже болеет. И мы уже по своему опыту видим, что действительно дети, которые у нас были привиты к пневмококковой инфекцией, болеют реже. Вы так назвали такие вещи. Прямо всё почувствовала сразу на себе. Ещё такой вопрос. Коль мы заговорили о мифах всевозможных, особенно в наше детство, я помню, это аденоиды, ну, главные, так уж не знаю, как назвать, чтобы было понятно, вырезать, не вырезать. Вот мне не вырезали. И я, как говорится, чем работаем, тем и болеем. То есть это одна из моих самых любимых заболеваний. Вот, кстати, всё, что связано с ухо-горло-носом. Но, тем не менее, к этому привыкаешь, уже знаешь, как себя лечить и так далее. Тем более во взрослом возрасте. Но, тем не менее, тема вырезания или удаления аденоидов по-прежнему стоит. Удалять, не удалять? Как это вообще сегодня в медицине? И вообще, что-то нужно удалять ещё ребёнку в детстве заранее? Значит, смотрите, когда ребёнка направляет, врач направляет ребёнка на удаление аденоидов, как правило, уже исчерпали все возможности лечения. И, как правило, аденоиды в этом случае достигают третьей-четвёртой степени увеличения. В этом случае аденоиды уже не несут никакой защитной функции, а они только лишь снижают качество жизни ребёнка. Ребёнку тяжело дышать. Ребёнок постоянно дышит открытым ртом. Ребёнку тяжело спать. Ребёнок храпит во сне. У ребёнка затяжные риниты, риносинуситы, гаймориты. Они очень затяжные. Насморк больше месяца, как правило, у ребёнка поддерживается из-за именно аденоидов. Плюс вот эта аденоидная миндалина, она может сама воспаляться, и она часто воспалена. И она также, её воспаление достаточно длительно держится. Плюс воспаляется рядом расположенное среднее ухо, так как там у нас воздуховод, который соединяет полость среднего уха с полостью носа. То есть удаляет. Да. Удалять нужно обязательно, если есть на то показания. Потому что после того, как ребёнку удалят аденоиды, ему легко дышать, ему легко спать, и у них даже успеваемость в школе улучшается. У нас совсем мало остаётся времени. Два коротких вопроса. Хотя последний вопрос тоже, наверное, для отдельной программы по поводу здорового образа жизни, активного. Я бы так сказал, потому что в детском возрасте всё-таки мы говорим об активном ещё образе жизни. А многие переживают, что для того, чтобы записаться к лору, например, нужно через педиатра пройти. Нельзя прямо к лору записаться? Поясню. Педиатров в поликлинике 10 в приёме, а лор-врач один. И невролог один, и олеголог один. И поэтому всех желающих, кто вот решили сегодня пойти к лору-врачу, лор-врач может не успеть принять. Понимаете? А те, кому нужно действительно попасть в это. А зачем тогда педиатр? А педиатр, он определит, к кому нужно пойти. Например, пришёл пациент с головной болью. Ему не всегда нужно пойти к неврологу, если у него болит голова. Может быть, ему нужно пойти к хирургу, а может быть, ему пойти надо сдать анализ крови, а может быть, ему нужно пойти к лору. Понятно. Ну и финальный вопрос. Активный образ жизни для детей. Одни родители заставляют 50 секций ходить, другие родители вообще не обращают на это внимания. Третьи переживают, что не надо, чтобы много ходил. Четвёртые сильно кормят, пятые стараются диеты какие-то держать. Вот как правильно здесь себя вести? Что такое вообще активный образ жизни для детей сегодня в понимании врачей? Активный образ жизни. Не могут быть все спортсменами. Конечно. Кто-то спортсмен, кто-то гуманитарий, предпочитает дома сидеть и много читать. Кто-то любит рисовать и тратит на это достаточно много энергии. Активный образ жизни, конечно, это хорошо, но не всем это нужно и не всем это заходит, скажем так. Поэтому одно точно, детки должны быть чем-то заняты помимо школы обязательно. У них должно быть своё занятие, у них должны быть свои цели, и у них должны быть какие-то планы, к чему они стремятся. Выход энергетики своей детской. Да, они должны чем-то заниматься. И поэтому родители должны распознать, что нужно их ребёнку. И направить. И направить, в общем-то, своё время. Я думаю, что тоже такая отдельная тема, можно поговорить на это, потому что сейчас иногда действительно родителям здесь нужна помощь уже даже не только медиков, но и участников этого процесса. Потому что кто-то хочет, чтобы она была балериной, а ей, может быть, нельзя, значит, другое, что надо предложить и так далее. Лена Сергеевна, огромное вам спасибо. Лена Сергеевна Познякова, заместитель главного врача под детство Люберецкой областной больницы, была гостьей нашей программы. С Новым годом вас. С новым профессиональным годом, чтобы у вас было, ну, клиентов всё равно будет много, да, но будем надеяться, что все они будут здоровенькими. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин